Доброй ночи, Лайла Туф. Сегодня мы будем строить предложение с глаголами типа Менаке, Ленакот. То есть речь идет о глаголах группы PL, у которых последняя буква корня Hey. Если вам не совсем понятно о каких глаголах я говорю, я рекомендую ознакомиться с материалами 410-411, где я объясняю, о чем идет речь. Этот материал для изучающих иврит на среднем уровне, потому что по моей методике на среднем уровне мы начинаем использовать определенный артикль. На начальном уровне по моей методике мы стараемся определенный артикль не использовать, чтобы уменьшить вероятность ошибки, чтобы ученику было легче на начальном этапе. Итак, переходим к конкретным предложениям. Он убирает в комнате его. Он убирает в своей комнате. Если я произношу бхедер, то это в комнате, в какой-то комнате. Если я произношу бхедер, то это в какой-то конкретной комнате. На всякий случай я напомню вам, что если мы говорим ахедер, конкретная комната, и хотим сказать в конкретной комнате, условно бхедер, у нас сливается определенный артикль и предлог б, и вместо того, чтобы сказать бхедер, мы говорим бахедер в конкретной комнате. Бхедер и бахедер пишутся одинаково. То есть по контексту мы понимаем, как прочитать, и ни в коем случае не зацикливаемся. Если вы скажете бхедер шело, правильно. Если вы скажете бахедер шело, правильно. Не зацикливаемся. Идем дальше. Гу-мэ-на-ке-хедер-шело. Мы переведем. Он убирает комнату его. Он убирает свою комнату. Здесь у нас винительный падеж. Он убирает кого-что. Какую-то свою комнату. Если мы говорим о конкретной комнате, то есть га-хедер, конкретная комната, и здесь винительный падеж, у-мэ-на-ке, конкретную комнату, он убирает конкретную комнату, винительный падеж и конкретное что-то. Мы должны добавить частицу винительного падежа, обязательно. Если мы сказали га-хедер и есть винительный падеж, то мы должны добавить га-хедер-шело. Получилось, он убирает свою какую-то конкретную комнату, эту комнату. Идем дальше. Если мы произнесем ба-хедер, то как в любой комнате. Если ба-хедер, то мы подчеркиваем вот в этой комнате, в конкретной комнате. Оба варианта правильны. Мы идем дальше. И-мэ-на-ка-ди-ра-коль-йом. Она убирает квартиру каждый день. Если мы говорим о конкретной квартире, то есть га-ди-ра, здесь есть винительный падеж, она убирает кого-что и конкретная квартира. Я должен сказать, я-мэ-на-ка-э-т-гад-и-ра-коль-йом. Она убирает квартиру конкретную каждый день. Обратите внимание, коль-йом это каждый день. Если я поставлю определенный артикль перед словом йом, получится коль-йом, и мы переведем это как весь день. Те, кто не понимает, почему это получается, я рекомендую посмотреть мой материал о слове коль. Идем дальше. Дана ло-о-гэ-вет ленакот-да-гим. Если вдруг мы имеем в виду конкретную рыбу, которая сейчас находится на кухне. Вот эту рыбу Дана не хочет чистить и не нравится ее чистить, тогда мы скажем Дана ло-о-гэ-вет ленакот-э-т-га-да-гим. Конкретная рыба, винительный падеж здесь, чистить кого-что ленакот-э-т-га-да-гим. Оба варианта правильные. Она чистит рыбу на кухне То есть если мы хотим сказать, что она в принципе чистит рыбу на кухне А не, например, в спальной комнате То мы подчеркиваем Например, мы скажем, на этой кухне, на конкретной кухне Она чистит рыбу Если мы хотим подчеркнуть, что она чистит вот эту рыбу Какую-то конкретную рыбу на кухне Тогда мы скажем ГАДАГИМ и не забудем поставить ЭТ Потому что здесь есть винительный падеж ГИМЕНАКА ЭТХА ДАГИМ БЕМИТБАХ или БАМИТБАХ Тогда на конкретной кухне Все варианты правильные Мы прежде всего руководствуемся своей логикой Ставим определенный артикль при необходимости По смыслу, не зацикливаясь Дальше БЕХАНУТ МЕНАКИМ ДАГИМ В магазине чистят рыбу Если я хочу сказать, что в этом магазине В конкретном магазине чистят рыбу Я могу сказать БАХАНУТ БАХАНУТ МЕНАКИМ ДАГИМ Если я хочу сказать, что в магазине чистят вот эту конкретную рыбу Я могу сказать БЕХАНУТ МЕНАКИМ ЭТХА ДАГИМ Я говорю гадагим, конкретная рыба, здесь винительный падеж. Я не забываю добавить частицу эт. Беханут менаким, эт гадагим. Вы сказали беханут в каком-то магазине, правильно. Вы сказали баханут в конкретном магазине, тоже правильно. Даже если вы имели в виду конкретные магазины, сказали беханут, ничего страшного не произошло, не зацикливаемся. В разговорном языке, в обычном, не проблема. Идем дальше. Атая холь линакот этадаг. Обращение к мужчине, например, который в магазине чистит рыбу. Ты можешь почистить эту рыбу. То есть вопрос на практике, когда мы обращаемся к какому-то человеку в магазине, в обязанности которого входит чистить рыбу. Мы ему обычно показываем конкретную рыбу. Ты можешь почистить вот эту рыбу, например, которую я сейчас покупаю, которую я купил. А если, например, человек приходит устраиваться на работу, и директор магазина его спрашивает, ты можешь чистить рыбу? В принципе. То есть он не имеет в виду конкретную вот эту рыбу. Имеет в виду вообще рыбу ты можешь чистить. Тогда он спросит. Атая холь линакот этадаг. Ты можешь чистить рыбу? Не конкретную именно эту, а вообще в принципе. Мы руководствуемся своей логикой. Например, отвечает человек. Кэн анея холь линакот ото биратсон. Да, я могу почистить его, потому что рыба, ну единица, одна рыба. В иврите рыба мужского рода. Так, мужского рода. Ты можешь почистить его. Вернее, извините. Я могу почистить его. И дальше биратсон. Рацион это желание. Биратсон с желанием. То есть по смыслу как с удовольствием, с радостью. Анея холь линакот уто биратсон. Я могу почистить его с радостью. Следующее предложение. Анахну менасим ледабер бе иврит. Мы пытаемся разговаривать на иврите. Обычно говорят бе иврит, а не ба иврит. Потому что ба иврит это на каком-то конкретном иврите. Как бы непонятно, что имеется в виду. Бе иврит звучит. Следующее предложение. Анахну руцим ленасот ледабер бе иврит. Мы хотим попытаться разговаривать на иврите. Обратите внимание, что у нас здесь получилось. У нас идут три глагола подряд. Руцим, хотим. Дальше ленасот попытаться и ледабер разговаривать. В иврите это нормально так же, как в русском языке. Мы строим фразу в обычном разговорном иврите, как в русском языке. Учитывая некоторые особенности. Идем дальше. Гу мешане сисма. Сисма это пароль. Он меняет, он изменяет пароль. В современном языке слово сисма пишется с буквой ют. А, скажем так, в конце 20 века писали без буквы ют. Это была норма. Язык меняется. Тенденция к упрощению. То есть слышим и пишем ют. Это еще не правило, но уже во многих словах это наблюдается. Если речь идет о конкретном каком-то слове, ну, слове как пароль, мы хотим. Он хочет изменить пароль. Он хочет изменить конкретный пароль. Тогда мы говорим о сисма. И обратите внимание, он меняет, он изменяет. Кого что здесь есть винительный падеж. Поэтому я добавлю частицу с, частицу винительного падежа. И получится ГУ МЕШАНЭ ЭТА СИСМА. Он меняет конкретный пароль. Он меняет этот пароль. Дальше. ГУ ЦАРИХ ЛЕШАНОТ ЭТА СИСМА. Он нужен, по смыслу ему нужно, поменять этот пароль. Этот конкретный пароль. Если нет необходимости подчеркивать, что речь идет о конкретном вот этом слове, то мы можем сказать ГУ ЦАРИХ ЛЕШАНОТ СИСМА. Он в принципе должен поменять пароль. Должен изменить слово. Должен какое-то другое слово туда поставить. ГУ ЦАРИХ ЛЕШАНОТ СИСМА. Он должен или ему нужно поменять пароль. Набор какой-то секретный. Код свой секретный. Идем дальше. ГИ МЕШАНА МИСПАР ТЕЛЕФОН. ОНА МЕНЯЕТ, ОНА ИСМЕНЯЕТ, МИСПАР ТЕЛЕФОН, НОМЕР ТЕЛЕФОНА. ОНА МЕНЯЕТ, ОНА МЕНЯЕТ, НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Если мы хотим сказать, что она меняет конкретный номер телефона. Это на иврите МИСПАР ГА ТЕЛЕФОН. Здесь у нас словосочетание СМЕХУТ. НОМЕР. МИСПАР ШЕЛЬ ТЕЛЕФОН. НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Или МИСПАР ГА ТЕЛЕФОН. НОМЕР ТЕЛЕФОНА. И МИСПАР ГА ТЕЛЕФОН. Это конкретный какой-то номер. У нас получилось ИМЕШАНА. А дальше что-то конкретное. У нас здесь есть ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Она изменяет кого что. И мы должны добавить здесь частицу ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА. ИМЕШАНА. ЭТЬ МИСПАР А ТЕЛЕФОН. То есть если мы добавляем определенный артикль. ГОВОРИМ О ЧЕМ-ТО КОНКРЕТНОМ. То нам нужно не забыть. В случае если ИМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. ДОБАВИТЬ ЧАСТИЦУ ЭТЬ. Это очень важно. Дальше. И РОЦА ЛЕШАНОТ МИСПАР ТЕЛЕФОН. Она хочет поменять или изменить номер телефона. Нормально. ИРУ ЦАЛЕШАНОТ МИСПАР ТЕЛЕФОН. Она хочет изменить номер телефона. Если мы говорим о конкретном номере. То есть мы уже говорили. МИСПАР А ТЕЛЕФОН. Конкретный номер телефона. Тогда мы скажем. Она хочет изменить кого что. Винительный падеж. И мы не забудем здесь добавить. ЧАСТИЦУ ВИНИТЕЛЬНОГО ВЫДЕЖА ЭТЬ. У нас получится. И РОЦА ЛЕШАНОТ ЭТЬ МИСПАР ГА ТЕЛЕФОН. И последнее предложение. Фраза такая. МЕШАНЕ МАКОМ МЕШАНЕ МАЗАИН. Поговорка на иврите. Взятая из первоисточников. Изменяющий место. МЕШАНЕ МАЗАЛЬ. Изменяет. Меняет судьбу. Имеется ввиду, что кто переезжает с места на место. Или может быть переходит с одной работы на другую работу. Меняет место. Он меняет свою судьбу. Теперь в данном случае речь не идет о каком-то конкретном месте. Мы говорим абстрактно. Поэтому здесь определенный артикль в этой поговорке не используется. Изменяющий место изменяет судьбу. Я надеюсь, это было несложно, понятно и интересно. Учите иврит вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне нравится, если вам понравилось. Пишите комментарии. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейт Рауд. До свидания.